Да мы с этим праздником все веселье пропустим. У нас уже четверых пикнули. Команда Rave забрала себе Тролль Варлорда, Леона, Квапу и Тайт Хантера, Венжфул Спирит, Шадоу Финд, Шейкер и Разор для команды Team Underminer. В прошлой игре Rave выглядели несчастно. Они выглядели как девочки, которым не подарили цветы. Приношу извинения перед всеми девочками, которые не подарили цветы. Если вдруг вы нас слушаете, все еще будет. Все будет вечером, вас ждут ваши цветы. У команды Underminer на данном этапе пик, опять же, хорошо дамажащий, с хорошо, по-моему, поставленной лейтой. SF и Разор в лейте очень серьезные. На этот раз Rave решили забрать Тролля. Тролля-тролля-ля. И Леон, ну Леон, в принципе, понятное дело. Опять же, Леон был в прошлой игре за команду Underminer. Как будто подсмотрели комбинацию и решили ее заюзать, потестить на этом матче. Квапа и Тайт Хантер. Тайт Хантер отправится в сложную для команды Rave. То же самое было и в прошлой катке. У команды Underminer на сложную я, в принципе, клиента пока не вижу. Ну, нет, пока нету. Все-таки, наверное, надо в сложную кого-то добрать. Можно, я думаю, и Энигму взять. По этой страте 100%. SF, Шейкер, Разорс, Айов, Шторм. Короче говоря, Энигма прям напрашивается здесь в сложную или хотя бы в лес. А сложную можно вообще оставить Шейкеру, поформить, если он матчи Йоку смотрел и понимает, как там надо стоять. Ну, посмотрим. Немного осталось времени. Для Rave осталось, да, в принципе, саппорта, да, допикнуть. Да, саппорта берут. Огр Маг. Два в одном. И последний пик для команды Underminer. Будет это Энигма или нет, сейчас увидим, узнаем. То, что команда Rave будет собираться вместе, это 100%. Тайт Хантер будет реведжировать, а потом всей толпой будут врываться. Есть, собственно, отличное поле для того, чтобы захватывать всех в Black Hole. Ну, додумайся. Пожалуйста, Дженни, додумайся. Услышь меня. Брист у нас в бане? Нет, нет. Бриста в бане нет. Тоже неплохой кандидат на сложную. Скучно, конечно, но очень эффективно. Энигма, есть! Есть же бог на земле. Услышал меня Дженни, взял Энигму. Мне кажется, скоро можно будет на полставки в какую-нибудь команду устраиваться, просто отвечать за пики. Таким вот домашним габлаком работать. Подсказывать, что нужно для поражения. Ой, простите. Команда Rave имеет в пике Тролль Варлорда, Леона, Квин оф Пейнт, Айт Хантер и Огр Маг. Со стороны команды Underminer, Vengeful Spirit, SF, Шейкер, Разор и Энигма для Дженни. Ну, ждем, ждем начало, ждем, пока разберут персонажей. Ванга на полставки. Что за подколы? Какая Ванга? Я не провидец, я тут читал игру. Я просто хорошо читал игру, просто выполнял свою работу. В любом случае, пикнули Энигму и мне очень приятно. Команда Underminer фактически сделала мой день. Ну, пик теперь у Underminer, опять же, при наличии Энигмы, меня радует гораздо больше, чем то, что взяли себе игроки команды Rave. Райор отправляется у нас на сложную, НБ будет фармить в легкой, Криси в мид на квапе, ну и каст в целом, я думаю, где-то по лайнам должны гулять, потому что такая строта из двух персонажей любой ром превращает в праздник. Есть, опять же, кому дамажить, НБ дамажит нормально, Криси дамажит нормально, да и с Райором можно в сложной много чего сделать. У команды Underminer наверняка в сложную отправится, пожалуйста, пусть в сложную отправится Джейни, Визем будет на миде, или нет, Визем может в принципе и в легкой быть, и Клауд может быть в легкой, и Визем. Клауд покупает у нас RaceBand, плюс буштят его на танго, скорее всего Клауд отправится в мидлейн, значит Визем будет фармить в легкой на Розоре. Да, судя по закупу, так и будет. Вот у Бойс, у Бойс, у Бойс, у Бойс Варды. Ну, Джейни на Энигме в сложную, или опять же в лес. Тут сложную можно никому не давать, просто отправиться в лес, и сайвовый вариант вполне себе неплохой. Загнобили линию нижнюю, Райора загнали, за Тауэр снесли Т1, Т2, пошли сносить Т1, Т2 на топ. Можно и так поступить, и может быть Джейни примерно так и будет поступать. Здесь опять же у Джейни немного вариантов для нормального фарма, потому что Тролль, плюс цепляющая крутая стратегия из Огрмага и... И, конечно же, Леона. Два дизейбла крутых, два хороших стана, точечных, таких, что не промажешь. Кто там так громко на барабанах играет в этой доте? Да, Криси точно отправляется на мид, а против Криси точно будет СФ, на котором будет играть Клауд. Переключаемся на Крипстат, и это наиболее интересная инфа для раннего этапа. Джейни все-таки рискнул отправиться на сложную. Бойс будет какое-то время, наверное, на подсейв. Это не лишено смысла. Бойс в прошлой игре был... Нет, не Бойс, там был Шейкер, по-моему, не для Андермайнера, а для Рейв. Там тоже Шейкер долгое время пасса в миде, но Шейкер у нас постоянно появляется в пике. Редко его. А у Криси есть блинг, да. Фиссурой немножко продамажили, Криси стоит абсолютно с покерфейсом, ни на что не реагирует. Дает понять, что можете выходить на меня. Никто на него не пошел, и демеджа у СФ пока что с руки много точно нет. 46 плюс 7, но у Квапы здесь 63 плюс 3. Пока Квапак кастует нож, тот демедж, который от ножа влетит в Клауд, тут с одного Койла случается. Клауд чувствует себя уверенно на лайне. Дженни против Даблы пока стоит, где у нас Леон. Леон занимается двойными отводами. Райора здесь очень серьезно настреливают через статик линк, 42 демеджа. Насобирал себе Разор, фармить на лайне должен хорошо. Честно говоря, я бы на месте команды Андермайнер просто перетянул Энигму в какой-нибудь лес. Насобирал быстрый Даггер или быструю Мекку, и можно было бы начать пушить Тавара. Это действительно полезно. Пуша как такового нету. Криси у нас получает от Клауда. Фиссура не влетала, Клауд просто у нас наваливает Квапе по ее роскошной спине. Веззем тоже без проблем. Ну, по фарму видим, что относительно ровно идут команды. Плюс, минус один крип. Это в расчет не берется. Дженни у нас с Айданулами что-то пытался подстилить. В итоге потерял Айданулов, еще и дал денег Селлу. Селлу уже два крипа. Ого-го! Выход от Райора. Райор под инвизом. Будет ли попытка с Венжи Фул Спирит тут попадаться, или Райор просто будет экспириенс получать? Сейчас увидим. Райор просто переманивает на себя крипов. Опять же, Кракеншелл есть. Его никто тут толком не надамажит. Увел крипов под инвизом. Спокойненько. За собой. Здесь кентавры теперь как полоумные бегают. Не знают, кого бить. Ну, линия подпушена. Линия под Т1 команды Рейв. У Райора ситуация комфортная. Есть время хоть что-то насобирать по золоту. НБ на первом месте по фарму. На втором месте Разор на Виземе. Криси тоже делит второе место у нас с Виземом. И дальше уже СФ. У СФа 9 на 2. СФ уступает по крипам. Ну, тут должны стакать для СФа. В скором времени надо будет перемещаться в лес. Бойс выходит у нас на мид. Возможно, будет попытка застопить Криси. Не палится пока бойс. Вижена у команды Рейв на хэкграунде. Андермайнер не имеется. Можно попытаться зацепить Криси. Но для этого должны откэдэшиться у нас койлы. Все койлы откэдэшились. Ману, пополни клаут и давай забирать. Энигма занимается отводами собственных крипов. Плюс Айданолы здесь есть. Ну, нормально. Энигма тоже линию относительно близко к своему Тауэру держит. Здесь Айданолами на себя переманит крипов. Можно будет по Тауэрам фармить. Все делается с исключительно этой целью. Крипов здесь никто не видит. Ну, в принципе, ни холодно, ни горячо от таких отводов. Да, тут появляются крипы под Тауэром. Можно попытаться фармить. А с другой стороны, все так же крипов выфармливает команда Рейв на трипле. Ну, и здесь под Тауэром будут стараться тоже настреливать как Дженни, так и его деткам Айданолам. У Тролля 25 на 7. У Визема 21 на 6. В легкой никто ему не мешает. Райор здесь более увлечен Вингой. Винга занимается мультиотводами. Пока что ничего интересного из этого не выходит. Все время Райор ставит палки в колеса. На миде Клауд 20 на 4. Против него Квапа 22 на 4. Более-менее Клауд выровнялся. Ну, здесь, понятно, Некромастери уже 44 дэмэджа дает у нас СФу. СФ должен себя чувствовать неплохо. Почти 100, да даже более 100. 102 с руки у СФа. У Квапы... У Квапы поменьше, естественно, дэмэджа. Было бы удивительно, если бы у Криси на пятой минуте было бы больше дэмэджа, чем у СФа. По-прежнему здесь Бойс 2-го левела. Не дают ему ни загонгать никого, ни подстопить, ни подсловить. Вообще ничего Бойс у нас не получает. Криси тоже относительно в безопасности находится. Банку постоянно обузит. Все пополняется. Мана ХП не проседает никоим образом. У Дженни ситуация более-менее сейвовая. Ну, какая-то... Какое-то затяжное затишье у нас. 5,5 минут сыграли. Пока что драк не было. И попытки сделать ФБ тоже не было ни с одной стороны. СФ отправляется в лес фармить спауны. Клауда нет маны для этих спаунов, а теперь есть. Но опять же, не будет здесь убийств. Клауд немножко не тем занимается. Надо как-то обузить банку. По-моему, Клауд это прекрасно понимает. Банка к нему прилетела. Банка от него улетела. Вот, пожалуйста, пришел у нас Криси забирать фраги. Ушел отсюда, потому что сразу два игрока команды Андермайнер вышли у нас на обнаглевшую квапу. Ну, была бы свобода немного по пространству. Естественно, не было бы здесь Шейкера, не было бы здесь Венги. Я думаю, СФ понял бы свою ошибку. Надамажил крипов очень сильно. Оставил их Криси первый вообще кандидат на то, чтобы забрать чужое добро нажитое. По Нетворсу на первом месте у нас Тролль Варлорд. У него 3000 Криси. На втором 2 700. Так, Криси у нас подцепил Венгу. Ну и добро пожаловать в реальность. Криси сразу же влетает огромнейшая фиссурина. Прямо в лицо квапы. 750 по золоту у нее на руках. Ну и начальные артефакты имеются. Пауэр Трэдс, по-моему, до сих пор у квапы нет. Обычный тапок. Ну, нул Талисман, Мэджик Вонт. В принципе, по фарму квапа относительно в топе. Клауд не сильно уступает, но чуть-чуточку проигрывает. А вот теперь вообще не проигрывает. Еще и вперед вышел. А теперь наоборот. А еще один крип будет еще раз наоборот. Ладно, у нас где-то Тролль провязал ульту. Зачем это все к Энигме? Это все к Энигме. Дженни здесь Блэк Холл заюзал, но не буду даже обсуждать от Блэк Холл. Блэк Холл это последнее, что Дженни видел до своей смерти. Зацепили у нас Тролля. Через Статик Филд Разор моментально разбирает у нас Тролля. Дальше погоня за кастом. Без демеджа у нас каст. А вот у Разора плюс 112 с руки. Тут касту более чем достаточно. По итогу файта 2 в 1 разменялись. Рейв выходит вперед по золоту. Давайте глянем в Fight Recap. Ну, немного, но выиграли по золоту. Опять же First Blood для команды Рейв. Разобрали у нас Энигму. Криси решил с Клаудом разговаривать. И разговаривает на повышенных тонах. Наорал на SF о Криси. Нет еще 5 секунд у него возможности отсюда блинкануться. Разор забирает третий фраг для себя. Все три убийства на счету Визема. 3-0-0. Классно. 1400 на руках. Ничего не покупает. Возможно, даже Визема у нас пойдет в какой-нибудь... В какой-нибудь... К Хэнд оф Мидас. Может себе, в принципе, позволить. Хотя, с другой стороны, и по-полезней есть артефакты на Разора. Вывозит ли у нас Мекку SF? Нет. Пока ничего для Мекки не покупал. Наверное, Разор у нас за Мекку и будет отвечать. Дженни отправляется на нижний лайн. Сложно Дженни стоять здесь в топе. Так, у нас драка здесь на реке. Разобрали Квапу еще раз. Криси забирает второй фраг для себя. 2-1-0. КДА 712 на руках. Курица. Нет, курица для Криси ничего не несет. Визем. Нет, Визем в Мекку не пошел. Будет барабаны для команды собирать. А кто же у нас будет ответственный за Мекку? Ответственный по команде за Мекку. Наверное, все-таки Клауд. Ну, это так уже повелось, что SF в Миде без Мекки не бегают. Шейкер. 316 на руках. Бойз наконец-то у нас отправился на линию, где нет его тиммейтов. И может получать нормальный экспириенс. По золоту, конечно, не гарантирую. Фраги здесь ничем особенно не заберешь. Так, у нас можно зацепить НБ. Бойзу уже нужно выходить и ставить фиссуру. Бойз, альта вниз-назад, пожалуйста. Бойз с фиссурой закрывает у нас НБ. НБ уходит подальше в елке. Ну, понял, что бежать некуда. Будет попытка драться здесь? Нет, никакой попытки драться. Бойз просто погибает. Шейкер забирает этот фраг. Так, вот теперь по золоту Бойз немного поднялся. Ну и после такого засушья, которое было для саппорта команды Андермайнер, это более чем хорошо. 430 по золоту, 350 для шейкера отходит. Каракули в лесу нарисованы. Каракули на топ-лейне. Ничего толком это не значит. Здесь вроде бы поймали Леона, но по факту, по-моему, поймали команду Андермайнер. Райор юзает у нас Реведж. Клауд рассыпается. Клауд ультит. А теперь можно поговорить на равных. Хотя Криси у нас приходит. И Криси, по-моему, с ДД. Да, Клауд, скорее всего, умирает здесь. Все еще бежит. Криси фиссурой подстопили. Продолжают драться. Криси уже не хочет драться. Скрим оф Пейн. Бойз рассыпается. Визем начинает у нас гнать Квапу. Еще 5 секунд не будет блинка. Но здесь не столько демеджа, чтобы забрать Квапу. Квапа улетает. По итогу файта 1 в 2 разменялись. Все в пользу команды Андермайнер. 572 по золоту они заработали. Забрали все-таки Райора на реке. Но я переключился больше на СФ. Райор все свое выкастывал. Райора можно было оставить в покое. Визем максит плазма филд. Даже интересно. Ну и статик линг тоже Визем уже намаксил. И ульта в 1 вкачана. Без пассива пока играет. Но это, опять же, вопрос времени. Хуэнбэ. Тем временем появляется Владмир. Есть. Бэнд оф Элвинскин готовится выйти в Яшу. У Леона 470. Даггер не скоро. У Тайтхантера 700 на руках. После Аркан тоже не скоро даггер. У Тролля мы видели. Огрмак. Огрмак в насосспособии. У СФа. Тысяча на руках. Клауд вроде бы не умирал. В последнее время. Почему у Клауда так мало денег. Даже непонятно. 1200 на руках. Пока что нет. Мекки. У Энигмы 1600 на руках. Тоже попытки выйти в Мекку никакой. Посмотрим кто там вообще что собирает. Но СФ 1400 на руках так и держит. Наверное все таки будет выходить в Юл или Даггер. Клауд. Иначе появлялись бы уже начальные артефакты на Меканс. У Визема 2800 на руках. В курице. Нет. В курице ничего. Визем 4.0. Нет. 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 Напутал я немножко. У Визема 1300 на руках. Барабаны. Есть рингов аквила. Есть фейсбуцы. Для Визема все очень хорошо. 4.0. 4.0. Кда просто великолепный на 12 минуте. При таком вот преимуществе по-моему все хорошо. Выходит команда Андермайнер на топ. Сразу вдвоем. Встречают их Рэйвы. К тому же выходит в спину здесь Криси. Но тут кто-то... А, нет. Криси у нас в Инвизе. Криси видит Вингу. Пингует по ней. 4 игрока команды Андермайнер здесь. По-моему здесь будет крутая драка. Села свапнули. Врывается у нас Квапа. Квапа наорала. На лох ЭП у нас Сел. Сел умирает. Умирает также Энигма. Пока 1 в 1. Бежит у нас Винга. Винга бежит за Т1. Ну драка по-моему захлебнулась. Сели Криси будет гнать. Опять Фиссура. Скримов Пейн есть. Блинк есть. Но слишком далеко уже отошли игроки команды Андермайнер. Ну нормально. Могли бы умереть вчетвером. Здесь в итоге 1 Энигма погибает. Файт Рикап. Пожалуйста. 290. Команда Рейв заработала. Ну и 135 потеряли. Точнее заработали игроки команды Андермайнер. По золоту такое вот положение вещей. 1300. В пользу Андермайнер. По экспириенсу та же история. У Криси уже 1600 на руках. 1400 остается до Аганима. Поймали у нас СФа. Куда-то Клауд зашел явно не туда. Да, 2 ТП сразу же. Но здесь будут стопить фаербластом. Дотягивается у нас Сэл. Еще одна фиссура. Постояннейший подсейв от Бойза. Он, наверное, так устал стоять на миде и никому не давать фиссуру, чтобы подсейвить своего товарища или помочь загонгать, что теперь постоянно в нужном месте появляется у нас Бойз. Игра, по-моему, крутейшая. Действительно, MVP всех файтов. Тут уже бы сыпалась команда Андермайнер нон-стоп. По 3-4 человека постоянно спасает. Ну и СФ у нас, как у Христа, за пазухой под саппортингом Шейкера. 7-5 счет. По золоту Андермайнер полторы, по экспириенсу тоже полторы тысячи. Что же у СФа? 2-700 на руках. Куда Клауд копит свои деньги? Курьер отправился у нас в Секрет Шоп. Нет, курьер у нас летит к Энигме. И несет курьер Энигме Мекку. Все-таки на Дженни повесили этот артефакт. Дженни с Меккой. Теперь уже будут Даггера и прочее-прочее. А СФ может себе позволить собрать Юл. Да, для Клауда появляется Войд Стоун. Значит, Юл очень-очень скоро. 1800 опять же на руках. Готовится выход на нижний лайн от команды Андермайнер. Райор без... Нет, Райор с ультой. Райор с ультой. Какое-то время подступить можно, а там ТП должны уже быть. Но сюда уже прилетает Сэл. Здесь опять же Леон. Втроем три относительных саппорта. Должны Тауэр задефать. При том, что рассказ, по-моему, крутой. Реведж под копы. Леон с Finger of Death. Ну и Сэл тоже седьмого левела. Мультикаст уже имеется. Выходит команда Андермайнер на Т1. Просто под ноги Меднайт Пульс. И Райор теперь неизвестно. Ворвется, не ворвется. Да и ворваться не с чего. Даггера же нет. Даггер только-только прилетает. В четвером игроки команды Рейв уже возле Т2. Правда, не решается у нас Андермайнер идти. У Дженни был Блэк Холл. Но Дженни решил 11-й левел себе насобирать. В принципе, верное решение. Хотя, опять же, на Блэк Холл это никак не влияет. Но вот Меднайт Пульс еще на один повысить было бы неплохо. Тролля у нас развалили на топе Визем. В соло с ним справился. Даже удивительно. Нет, не в соло. Опять тут без Шейкера не обошлось. Визем у нас Тролля забирает в парис. Как тебя зовут? Так, Энигма в это время умирает. Энигму нашли в лесу. И очень быстренько развалили. Реведж не юзали. Через подкоп, через Хекс. Ну и здесь Огрмак тоже немножко поджег у нас Энигму. Даже Мекку не успел у нас проюзать. Энигма. Счет становится 8-6. 17 минут уже сыграно. Две с лишним впереди команда Андермайнер по золоту. По Экспириенсу тоже более 2000 в их пользу. У Визема уже практически готов Аганим. 17 минута. Но осталось, я думаю, минуты полторы, наверное. 300 по золоту заработать. Это, в общем-то, ничего для Разора. НБ здесь должны видеть. Должны видеть. Должны врываться. Поднимают у нас НБ. Воздух не решается у нас Клауд. Проюзать ульту. То ли увидели Райора. Да, Райор бы не дал. Проюзать ульту СФу. А там уже развалился БСФ очень быстро под Трансом. Прилетел у нас Аганим для Криси. Криси кричит на Энигму. Подкоп. Энигма погибает. Леон забирает этот фраг. Просто с руки доковыряло. Это никакой не стил. Никаким с пылом. Finger of Death не провязали. Смеется Леон. Ой, смешно. Прям вообще у меня пузырь смеха сейчас лопнет. Вышли втроем на Энигму. Заковыряли его в елках. Где-то Леон доволен. Да нельзя вообще. 2 200 на руках у Леона. В принципе, теперь его удовольствие я понимаю. Уже практически собранный Даггер. Даггер ранний. Да, действительно ранний. 18 минута. Даггер для Леона, по-моему, роскошный показатель. Опять же, при количестве КДА 1-2-2. Да, Даггер сразу же появляется у Леона. И Тролли у нас со стороны команды Рейв прилетает с Энжин Яша. В это время сыпется Рошан. Драться нечем. Энигмы нет. Блэк Холла нет. У Шейкера Эхо Слэма, ну, уже есть. Правда, Шейкер ворваться не может. Да и Энигма. Никто толком ворваться не может. Пока нет Даггеров. Прилетает у нас для Розора Аганим. Но есть же Мека. Надо реализовать Мекку в файтах. Почему нет ранней Мека? По-моему, ни у кого у команды Рейв Мекки не наблюдается. Нет, нету. И, скорее всего, не будет до конца игры. Кто ее вообще собирать будет, не знаю. Да никто. Да, точно. Никто не будет собирать Мекку. Реализовать ее есть смысл. Не так просто пробить Розора. Розор с Меккой это вообще отлично. Ну, я имею ввиду, подхил Розора на Мекке. Не так просто у нас пробить Энигму. У него достаточное количество ХП. Ну, разве что через Крик Криси. Ну, как мы видели. И Finger of Death. Пока все это будет кастоваться. Энигма будет жив. А там уже можно с ультой разбираться нормально. Но все ульты есть. Здесь нет ульта Криси. Но это вопрос нескольких секунд. С Аганимом все очень быстро. Ну, а так, в принципе, у всех все имеется. Ждем вменяемый файт. Ну, как по мне, команда Underminer и должна была бы его навязать. Мека тут реальную роль еще играет. Пока нет 20-й минуты. Клауд. То ли байтит, то ли хочет подраться. Подкоп у нас в Клауда. Клауда высвапывает Винга. Ну, сейвы очень крутые. Реведж спину Клауду. Клауд рассыпался. Также убили у нас Вингу. Вот, пожалуйста, вам необдуманный врыв от СФ. Надо врываться всем вместе. Надо врываться с Энигмой. Надо врываться с Шейкером. Шейкер просто дал фиссуру, опять же, на подсейв. Но на этот раз все не сработало. Преимущество команды Рейв более чем ощутимое по экспириенсу. Две с лишним. По золоту тоже 3000. Рейв чувствует себя поплотнее. И Рейв по факту является поплотнее. Сразу два игрока впереди. От команды Рейв по фарму. Везем кое-как еще старается в лидерах держаться. Но тут вопрос 200 голды. Может быть, Везем и выберется у нас вперед. Но в соло Везем, я думаю, тролля должен разбирать. Стати Клинк же не контрится башами, не контрится станами. Значит, тролль под Стати Клинком будет сыпаться. Опять же, БКБ тоже не спасает от Стати Клинка. Если станут и будут друг друга бить тролль, варлорд и разор, то я думаю, драка будет все-таки в пользу разора. Собрали всех вместе. Ну, а вот теперь Энигма был нужен. Малифейс у нас в тролля под Хексо и Дженни. Поднимают у нас тролля. Не надо тратить на него Блэк Холл. А может быть, и надо бы тратить на него Блэк Холл. Еще Райор умудрился заплевать у нас. С СФ уходит команда Андермайнер отсюда. Очень сильно битый тролль. Правда, у тролля был Аэгис. Там действительно юзать ульту в Аэгис немного смешно. У НБ тем временем 1900 на руках. Имеется Огр Клаб. Осталось совсем немного до Блэк Кинг Бара. У Квапы после Аганима появляется уже практически собранный БКБ. У Огра ничего. У Леона. Транквилы дособирались. И кому нет, это НБ летит Огра пока без денег. Тайт Хантер. Имеется Блинк Даггер. Имеется Форст Тафф. И постепенно начинает вырисовываться у Райора рефрешер Орб. Андермайнер пятером решили драться на миде. 5 секунд до Eye of the Storm. Дженни положил Миднайт Пульс под Тавер. Готов, я думаю, врываться. Ну, почему же вы разворачиваетесь? У вас такие крутые ульты. У Клауда 31. Крип по Некромастере. Практически фулл запак. Клауду, в общем-то, большего желать нет смысла. Ну, отходят назад. Не хотят драться. У Шейкера Фиссура есть. Есть Блэк Холл. Драться не хотят. Ждут, возможно, БКБ. Да БКБ еще далеко. Вот Дженни, с учетом того, как быстро он умирает, если файт врывается. Ходят в пятером. Обычный тимфарм от команды Андермайнер. Единственный очипенец у нас Разор отправился на нижний лайн. Ему тоже нужно БКБ. Тут стоять под реведжем нет смысла. И от Квапы тоже погибать смысла никакого. Он самый солидный парень в команде Андермайнер. От него будет зависеть основной дэмэдж с руки. СФ тут больше пойдет в комплектацию. Вы видите. Блинк Даггер. Еул. Там дальше будет БКБ. На дэмэдж артефакты начнут появляться не скоро. Как-то избегают друг друга команды. Команда Андермайнер на миде. В это время... В это время перетекает команда Рейв на мид. Клауд у нас здесь. Ловит мультикаст. Клауд рассыпается еще до драки. Селс ульты. Не с ульты, точнее, а просто от смерти. И СФ практически полностью погиб. Райор у нас бежит и бьет. Райора ничего не волнует. Криси старался выйти на Дженни. Дженни поймал хосту. Здесь гоняют у нас НБ. Но НБ тоже бояться нечего. Цеплять его нечем, потому что Энигбе далеко. Остальные все его толком не дамажат. Но, опять же, это до того, как Разор Статик Линк не проезжает. Смотрим, смотрим, смотрим. Ой, Нигбе. 830 на руках. Совсем немного до Блэк Кинг Бара. Уже все необходимое имеется. Дженни пошел у нас с Айдалонов. Видимо, на крипов направить. Ну же. Да, тележка у нас превращается в Айдалонов. Можно воевать. Миднайт Пульс. Это все для Вижена. Это все для... Только Вижен, только победа. Опять у нас Фессура влетает в ряды команды Рейв. Здесь уже во вражеском лесу. Рейв, мне кажется, немножко подохренели от такой наглости. Так, у нас Визем здесь. Визем прячется в кусты от тролля. Ахаха. Кто кого затралил. Визем просто становится у нас в деревья. И делает тп-аут отсюда. Интересный мув. Бегает тролль. Хочет отмочить какую-нибудь шуточку. А сказать некому. Ну, все разлетелись. Драка опять не состоялась. 25 минут. Пока что не деремся. 4 с плюсом. Команда Рейв по золоту выигрывает. 4 с плюсом. Выигрывает по экспириенсу. Идолоны уже перемещаются в свой лес. Крисси принес себе Блэк Кинг Бар. У тролля Блэк Кинг Бар тоже есть 1700 сверху. Крисси не юзал свой и тролль. Имеет фуловый БКБ. Так, теперь Дженни у нас. БКБ. Дженни врывается... Крисси, точнее. Не врывается на Вингу. И Винга не умирает. Что интересно. Что примечательно. Рассказ. Какого левела, кстати, Квапа? Квапа 16-го левела. Плюс Аганим. И Винджи Фулл Спирит выживает. Еще и Скрим оф Пейн поймал. И нож один в спину. Выживает Винга. Это вроде бы самый мертвый персонаж команды Андермайнер. Я думаю, отличный удар по моральному состоянию Квапы. Войд Стоун это куда? Линка будет у нас от Крисси. Или же что-то еще. Что Линкой, собственно, можно обезопасить? От Малифейса спасти Сенигмы и, наверное, от Статика? Да нет, в принципе, и Винга здесь есть со Станом. Может быть Линка, но Рефрешер Орб слабо в это верю. Ну, здесь может у нас... Да, в принципе, да. Сайт оф Вайс тоже не лишено смысла. Понятно, понятно, понятно. Пока у Крисси вещей дополнительных не появляется. Прилетает БКБ у нас для СФ. Надоело СФ устоять в ревейдже. СФ хочет хоть немножко подраться. Команда Рейв растеклась по карте. Везде, 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 на всех половинах. Вижен имеется у команды Андермайнер. Здесь они поняли, где находится команда Рейв. Ну и избушку на Курих Ножках, а именно такие варды у команды Рейв развалили. Точнее, у команды Андермайнер. Да, я не ошибся, ведь это была избушка. Да, так и есть. Так и есть. Странно, курица с собачьим языком и примерно таким же поведением. Ну что, команда Андермайнер провязала смок. Ждем, будет ли это выход на Рошан. На Рошан вот-вот появится, по-моему, на Рошане. У нас будет самая кровавая драка за все 20 минут, которые мы наблюдали. Ждем, надо крутой Блэкхолл. Надо круто драться команде Андермайнер. Они должны ставить на место Рейв. Видят у нас НБ. НБ, скорее всего, сам здесь умрет. Никакая неудачная фиссура. Подняли у нас игроков команды Рейв. Так, начинает тролль наваливать. Высвапывает у нас Винга. Бойс здесь не может дать Эхослэм. Блэкхолл по-троим. Вот теперь Эхослэм нужен. Вот теперь. Но на лоу ХП у нас Бойс. Бойс не дамажит. Погнали. Минус 3 уже от команды Андермайнер. Райору по спине тоже нормально наваливают. Квапа. Единственное, кто выживает. Из команды Рейв. И уходит из файта. И правильно делает. Бойс не завязал фиссуру. Но да, это, конечно, практического смысла имело бы немного. Потому что и так смогли четверых забрать. Но как же было бы красочно и ярко. Ну ладно, не завязал сейчас. Возможно, завязает позже. В любом случае, 12-11 становится счет. По графикам, прошу внимания. С 4 с лишним тысяч. Практически до 2 по экспириенсу. 2 с половиной тысячи. Андермайнер тоже отыграли. Рейв плыли, плыли и приплыли. Какие-то теперь проблемы у команды Рейв. И они более чем ощутимы. Рошан тоже для команды Андермайнер. Умирает у нас... Забирает у нас Аэгис Разор. Ну, до следующего файта будет, я думаю, затишье. Команда Андермайнер соберется с мыслями. Докупит все необходимое. Например, даггер на Эникму. И, например, даггер для Шейкера. Но даггер у Шейкера уже есть. 470... Ши-ши-ши-ши-ши-ши. Язык сломал. 475 еще сверху для Шейкера. Даже больше. 680. Второе испытание. Второй экзамен прошел. 680. Так, 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 так. Так, НБ у нас. На нижнем лане у НБ имеется Ultimate Orb. Готовится выход в I of Scuddy. У Огрмага пока ничего. У Райора... У Райора есть Perseverance. Не скоро, конечно, но Refresher Orb, я думаю, со временем появится. Игра у нас наверняка будет затяжной. Энигму здесь должны видеть. И СФ. А здесь видят Райор у нас в деревья врывается. Реведжа нет. Влетает он под Клауда. Клауд очень сильно проседает по ХП. А почему Клауд так сильно проседает по ХП? Криси орал, по-моему, в Black King Bar. Почему Клауд так сильно проседает по ХП, я так и не понял. Ладно, у нас здесь улетает отсюда Энигма. Неужели пробивает БКБ? А ну-ка, а ну-ка. Ликбез. На игрокам ТВ. Сквозь иммунитет к магии. Да. Вот это да. Теперь понятно. Теперь все понятно. Аганим Маст Хэв на Квапе. Век стрим, век учись. Эхослэм по земле от Шейкера. Развалили у нас Квапу. Везем под БКБ начинает гнать Сэла. Сэла разваливается. Монстр килл для Разора. Все очень хорошо с Аганимом. Осталось только докупить рефрешер Орб с двумя подаганимленными Eye of the Storm. Разор будет Тауэра спушивать очень быстро. Все прекрасно знают. Давно забытая схема. Схема четвертого Интернешнала. Разора покупаем. Ой, покупаем Разора. Пикаем. Покупаем Аганим. Покупаем рефрешер. Дальше. Просто нажимаем две кнопки и идем спушивать в стороны. Барак за бараком. Тауэр за Тауэром. Eye of the Storm провязали. Eye of the Storm нормально дамажит Тауэр у нас. Реведж есть у Райора. У Везема есть Аегис. Ему все равно на этот реведж. Тауэр спушивается. Тауэр должен упасть. Тауэр падает. Разор забирает его. На подсейв вся команда имеется. У Энигмы есть Блэк Холл. Отходит команда Андермайнер до следующего Eye of the Storm от Везема. Слава и счастье наше в том, что 30 секунд всего понадобится Везему для этого. Eye of the Storm тоже имеется. Пока что пропадать не собирается, если, конечно, Везем никуда не встрянет. 2700 на руках у НБ. Две минуты до пропажи Eye of the Storm. Квапа покупает Ultimate Orb. Осталось 1800 до Хигса. У Шейкера 1900 на руках. Я думаю, бойс, нужно подумать об Аганиме. Никаких рефрешер у Арбов ни в коем случае. 429 всего у Шейкера по монету. Рефрешер собирать вообще бессмысленная ерундистика. Хотя, конечно, это было бы роскошно. В два Эхо Слэма дать в Энигму, который раскастовал Блэк Холл по пятерым. Криси увидели. БКБ у нас от Клауда. Клауд врывается в кусты. Нормальный достаточно ульт. И двоих у нас ловит Энигма в ульту. Клауд продолжает разваливать с руки. НБ сыпется. Касс тоже сыпется. Один несчастный Селл здесь остался. Но это ненадолго. Бионг Гадлайк у нас для Везема. И главное, конечно, что здесь случилось, это отличный ульт от СФ. Прыгнул в кусты, пощекотал себя, рванул вверх. И команда Рейв в составе пятерых человек рассыпается. У Везема нет Айвзе Сторм, но здесь баракам не нужен Айвзе Сторм. Здесь можно с руки их просто разваливать. После этого надо перемещаться на топ. По байбекам. Что у команды Рейв? По байбекам у команды Рейв только тролль может выкупиться. Тролль сам тут погоды не сделает. Да, Клауд отправляется на топ. Две линии будет снесено. Здесь крипы подпушивают в сторону. И так все хорошо. Падает Т3. Скорее всего, упадут и бараки. Должны, должны, должны. У Везема есть уже Айвзе Сторм. Есть Айвзе Сторм. Про Юзан падает вторая сторона для команды Андермайнера. Зачем Айвзе Сторм был Юзан? Непонятно. Ну ладно, тут небольшой КД. Теперь можно и крипов постелить у Клауда. Что ж ты за дрянь такая Везема? Ну в это время Райор отлетает на нижний лайн. Хоть как-то отпушить сторону. Минус две стороны. Тридцать четвертая минута. Вроде бы долго играют, а вроде игра динамичная. Двадцать двенадцать. Но это не наматывание соплей на локоть, как от команды Форенкерсен Си Кептон и команды Москва Файв. Не по ночам до сих пор этот матч снится. Если кто-то видел его в моем исполнении, думаю, понимаете, о чем речь. У Тайт Хантера тысяча восемьсот на руках. У СФа появляется Айов Заскади. У Энигмы БКБ три четыреста на руках. Я думаю, Энигме самое время начинать тарить Аганим. Что носит Курица? Курица ничего не носит. Курица забрала банку, принесла с Кадди для Шадоу Финда. У Визема уже есть рефрешер тысяча пятьсот сверху. Давайте глянем на Нетворсы. Ну, Разор выше всяких похвал. Практически двадцать тысяч за тридцать пять минут. Все слишком хорошо. Чтобы быть правдой, у СФа семнадцать семьсот. Ну, отступает. Отстает, точнее, НБ. У НБ практически собранный с Кадди. Тут осталось совсем-совсем немного сто с лишним монет. Но после этого пула Эншентов все будет хорошо. У Разора появляется Даггер. Тоже не лишено смысла. Атакующая Дота от команды Андермайнер дает о себе знать уже. Одну игру они успели выиграть. Один ноль они ведут на данный момент в серии Best of 2. Ну и вторая победа все ближе к команды Андермайнер. Убили у нас Курьера. Две девятьсот пятьдесят. Что Курьер нес? Да и, в принципе, ничего особенного не нес. Форстаф нес. Это неважный артефакт. Какой-то не краеугольный. А чей, кстати, Форстаф? Форстаф для ЦК. Это для Венги, да? Кричит у нас Криси. На кого Криси наорал, я так и не понял. На крипов. Разве что НБ у нас начинает наваливать по Дженни. Дженни надо юзать Блэк Холл. Потому что иначе не получится ничего. Под статиклинком бегает у нас НБ. У него минус сто шестьдесят восемь. Плюс сто девяносто шесть дэмэджа для Разора. С руки четыреста валит Разор. Через даггер прыгает у нас на Криси. Да, ловит Хекс, конечно. Но один удар, наверное, Криси рассыпется. Реведж у нас от Райора. Уже ГГ провязали. Я просто комментирую то, что происходит на экране. Команда Андермайнер второй раз наказывает команду Рейв. Я думаю, за излишнюю опрометчивость. Рейв шли хорошо в групповом этапе. Они были на третьем месте. У них показатели были лучше, чем у команды Андермайнер. Но Дота, я думаю, расслабончик не терпит. Пикнули своих персонажей Андермайнер. Сделали все необходимое. Все по гайду. Очень-очень-очень-очень-очень просто разобрали команду Рейв два раза подряд. Поздравляем команду Андермайнер с двумя заработанными поинтами. У нас на повестке дня следующий матч. Пока что не переключайтесь. Одну секундочку. У нас матч между командами Инвейджин против Сигнейча Траст. Там тоже Рубилова должно быть великолепно. Сигнейча Траст идет на третьем месте с конца. А команда Инвейджин идет на втором месте. Собственно, команде Инвейджин нельзя проигрывать, потому что MVP Феникс одинаковое количество поинтов с ними имеет. 7 игр, что у Фениксов, что у Инвейджин. И тут нельзя уступать, нельзя никак отходить назад. Инвейджин будет бороться за лидерство в данном турнире, потому что Арканус и Рейв тоже наступают на пятки. Рейв могли бы сейчас подняться на вторую или третью позицию, но Рейв пока остаются на четвертом месте, никуда не двигаются. Ну и их, да нет, двигаются. На пятой строчке были Андермайнер. Теперь Андермайнер с девятью поинтами опережает Рейв. Рейв опускается на пятую позицию. Ну что, ждем игры Инвейджин. Она вот-вот только появится. Только-только создастся лобби. Пока что не переключайтесь. Пока немного графики. И услышимся через несколько минут. Все. До скорой связи всех девушек. Если вдруг они у нас есть в чате с праздником, мы все помним. Просто у нас немного занята голова Дотой. Сегодня еще много интересных матчей. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова